Депутаты предложили открыть в Барнаульском планетарии космическое кафе, сообщает Полицебро. Парламентарии Гордумы в культурно-просветительском учреждении провели выездное совещание. Там они увидели программный репертуар, пообщались с сотрудниками, выслушали варианты развития. В итоге прозвучало предложение об открытии в новом помещении для планетария космического кафе. Меню соответствующее, атрибутика звездная, все это способно привлечь и молодежь, и взрослых, резюмировали депутаты. Вот только вопрос о новом помещении для планетария не решен до сих пор. На половине от всех пассивных площадей края убрали подсолнечник, пишет московский комсомольц Барнаул. Наш регион – лидер в Сибири по производству этой масличной культуры. Самые крупные массивы подсолнечника посеяны в степной зоне, а самые высокие темпы уборки – в Третьяковском, Угловском и Егорьевском районах. Там убрали до 80% пассивных площадей. Лучшим, по данным Алтайского центра оценки качества зерна, признали подсолнечник из Кулундинского, Новичихинского и Шипуновского районов. Жители Наукограда пытаются спасти сову, обитающую в центре города, информирует бийский рабочий. В старом центре во дворе одного из домов в третий день обитает сова бич. Они думают, что она ранена и переживают за ее жизнь. Но снять птицу с дерева не получается, так как она сидит очень высоко. А вот сотни барнаульцев пришли посмотреть запуск фонтана с подсветкой. В Барнауле завершена реконструкция площади мира, сообщили аргументы и факты на Алтае. Пробный запуск светодинамического фонтана прошел 25 октября. Всего на реконструкцию площади было выделено более 14 миллионов рублей, почти шесть из них на восстановление фонтана. Субподрядчик изменил форму чаш, заменил облицовку, проложил водопровод, а также установил подсветку. После пробного запуска фонтан законсервировали на зимний период. Газета «Комсомольская правда» написала, где и как в Барнауле отметят Новый год. Главную городскую елку вновь установят на площади Сахарова. Новогодние представления для учеников младших классов пройдут на разных площадках, поскольку дворец зрелища спорта закрыли. Представления состоятся с 24 по 26 декабря. А 27 в ДК Парнауле ожидается праздничное представление для детей с ограниченными возможностями. Районные елки откроются 22 декабря, а главное – 29.